Всем привет! Мы с вами уже на финишной прямой разбора, просмотра коллекции косметики. Сегодня мы поговорим с вами о тенях, именно о палетках. У меня их немного, это все. Связано это с тем, что я очень часто, во-первых, сразу отдаю, что мне не нравится. Во-вторых, к выбору теней подхожу очень и очень скрупулезно. На право и на лево палетки не хватаю. Здесь не будет зачистки, потому что уже она произвелась 3 месяца назад, и я избавилась прямо от каких-то ужасных палеток. Кратко поговорим о плюсах-минусах той или иной палетки, и я сделаю свочи. Так, я предлагаю, в принципе, начать вот как они лежат. Первая это у меня палетка от Revolution. Я не знаю вообще продается ли она. Досталась в подарок в подружке совсем недавно, поэтому я ей мало пользовалась. Мне нравятся здесь оттенки, подборка, здесь хорошая пигментация. Шиммеры, конечно, у меня скатываются. У меня не скатываются только одни тени, палетка теней. Я вам о них сразу же скажу, какая это именно. Давайте больших палеток я буду делать, наверное, 4, максимум 5 оттенков свочи. Потому что, в принципе, у меня всех этих палеток есть на канале уже обзоры. Я оставлю и в инфобоксе ссылки. И буду вставлять сюда видео или фото два шиммерных. Давайте возьмем вот этот и темненький. И я думаю, всем будет интересно посмотреть на два матовых. Набираются хорошо, тушуются превосходно. В общем, к ним у меня вообще никаких претензий нет. Шиммеры очень маслянистые, видите, у меня еще даже осталось. Матовые не превращаются в грязь и не перемешиваются друг с другом. Если прям где-то увидите, может быть, она еще есть, то однозначно могу ее советовать. От Лавель. Я, кстати, недавно ей пользовалась. Думала, может быть, мне уже надо от нее избавиться. В 06, наверное, вот это таракотовый называется оттенок. Но все-таки я поняла, что мне нравится ими пользоваться. Я одной такой палеточкой могу сделать макияж. Не прибегая к дополнительным каким-то цветам из других палеток. Матовые хорошие и матовые фиолетовые, такой баклажан. Макияж получается красивым, пигментация хорошая. Никаких вообще претензий к ним у меня совершенно нет. Она такая миниатюрная. Это одна из тех, которые я могу взять с собой, мало ли, в какую-то поездку, которая займет мало места. Но я, однако, могу с ней сделать макияж полноценный. Еще один претендент на то, чтобы ездить со мной от Фаберлик. И у меня оттенительный дуэт. Двухцветные тени. 54-48. Также вот этот матовый. То же самое, что и в Лавель. Могу зафиксировать консилер. Ношу на все века. Вот этот он сатиновый, наверное, больше. Он вроде бы как и не прям коричневый, уходящий в теплинку. И при растушевке вроде бы как в нем есть что-то такого подмешанного, чуть красноватого. Качественные, хорошие тени. Могу также сделать полноценный макияж только этими двумя цветами. Давайте Революшн еще одну рассмотрим. У меня вот я так и посмотрела, от Революшн получается больше всего теней. Но ей уже много лет. Ей, наверное, уже года четыре. Айконик 1. Я делала, кстати, сравнение. Рубан ДиКей. Вообще палетка классная. Здесь, кстати, была кисточка, но, наверное, я ее уже выкинула. Мне здесь нравятся все цвета, вся пигментация. Всех матовых, шиммерных, сатиновых. Есть прям очень интересные. Вот этот мне нравится, если берем из шиммерных. Но, наверное, этот тоже интересен вам. Что касается матовых, то их здесь, в принципе, два. Давайте я вам покажу вот этот, такой самый часто используемый мной в этой палетке. Давайте вот этот возьмем, наверное, тоже вам его интересно. Здесь хорошее качество, здесь красивые цвета и разнообразные для якобы такой нюдовой палетки. То есть я могу здесь сделать и вечерний макияж, входящий в холодный и в теплый. И могу дневной нюдовый сделать. Давайте нанесем. Это вот этот вот синий. Матовый коричневый. Давайте еще его наслоим. Хорошо переносится на глаза. Действительно, текстура шелковистая, масляная. Пока не избавляюсь, ну, в виде срок годности избавлюсь. От NYX Cosmic Metals. Есть у них еще матовая такая же шестерка. Но она скучновато для меня. В общем, я захотела шиммерные. И мне здесь нравятся все. За исключением одного вот этого золотого. Он совершенно не пигментированный. Он как топпер больше выглядит. Самый мой любимый, конечно же, вот этот. Он такой дуохромный, очень классный. Давайте еще возьмем потемней который. Вот этот, конечно же. Немножко текстура, кстати, у него другая. Ну, давайте этот светленький. Золотой, конечно, у него хорошая пигментация. Прекрасная палетка для расставления акцентов. И очень часто ею пользуюсь. Особенно в какое-то такое, знаете, летнее время. Вот мне прям тянет на нее. Могу советовать. Качество классное. Тоже одни из бюджетных теней. Эйвелин. Я так рада, что купила эту палетку. Это Sunrise. Конечно, я ее покупала из-за этого цвета. Им я довольна на 100%. Ну, конечно же, мы с вами его и протестируем. Давайте возьмем вот этот красноватый цвет, красивый. Матовый вот этот хороший, темненький. Вот этот еще интересный. Он такой дуохром. А этот матовый, кстати, хорошо наносить на все подвижное веко. Просто закреплять консилер. Он, ну, такой неплохой. Ладно, давайте тоже его возьмем. Любимый мой дуохром. Рядом второй любимый дуохром. Вообще просто супер. У него такая текстура. Он самый кремовый из всех. Матовый тоже мой любимый, который уходит в холодный. И давайте тут рядышком, тут светло нанесем. Видите, я когда его распределяю. Ну, в принципе, он так сливается максимально с кожей. Является одной из самых любимых и универсальных для меня лично. Шикарные два дуохрома. Даже в дорогих брендах не найдешь такого хорошего качества. Палетку я однозначно могу рекомендовать. А тем более за ее стоимость. Можно еще всем родственникам подарить. И они будут рады этим подарком. Наташа Дино, она скромненько лежит. Покупала я ее совсем недавно. И вы, наверное, у меня на канале, вы ее вообще редко видели. Я ею пользуюсь. И мне нравится качество. Я не буду от этого качества пищать и говорить, вау, она всем нужна. И она стоит своих денег. Причем немало она стоила. Но качество хорошее. И, наверное, мне даже сравнить по качеству пока не с чем. Из той коллекции, которую я обладаю. Очень мягко все растушевывается. Хорошо пигментированы. Но они не обладают какой-то сверхстойкостью. Также все скатывается. Тем более без базы. Особенно шиммерные цвета. Потому что они очень кремовые. Еще такой нюанс есть. Что вот эти шиммеры, они у меня отпечатываются. С подвижного века на неподвижное, да, вот выше складочки. Давайте сразу пять сделаем. И так, чтобы прям я к ним тянулась. Такого тоже я сказать не могу. Я рада, что я просто обладаю этой палеткой. Я попробовала качество расхваленной Наташи Диноны. Восторга от такого какой-то писка у меня нет от этой палетки. Но она хороша. Если вы мне спросите, купить или нет. Если бюджет позволяет, то, конечно, купить. Ну, посмотрите, это красиво. Это качественно. На глазах это выглядит тоже шикарно. У меня, кстати, это в 02-м. От Land Crime палетка. Долго думала вообще брать мне ее или нет. Я не знаю, есть ли тут номер. Но они в таких неоновых пластмассовых упаковках. И такая ярко-розовая, она там одна. Здесь есть зеркало. И вот такие тоже красивые цвета. И я знаю, что большинство на нее смотрят и хотят приобрести из-за этого цвета. На самом деле он немножко суховат и не так передается, не так выглядит, как многие себе представляют. Его нужно очень долго набирать. Переносится он в половину того, что набирается. Вот этот вот красивый белый переливающийся. На скидках я, наверное, ее могла бы рекомендовать брать. Но по ней вы не узнаете истинного качества тени L.M. Crime. Она больше такая нарядная, праздничная. И ей, конечно, сложно сделать одной макияж. То есть вам понадобится точно минимум хотя бы один какой-то матовый. Ну, собственно, вот он. Видите, как он переносится? Ну, практически его не видно. И вот он белый, белый. Вот хорошо. У меня повторяющихся оттенков нет. То есть, в принципе, я все такие тени оставила, где у меня дублеров практически вы не найдете. Мне нравятся такие интересные, многосложные, неповторимые цвета. Revolution. Я прям делала отдельное видео на нее. Конечно же, я и ссылку оставлю, и сюда вставлю. Вы посмотрите, как выглядят тени. Reloaded Velvet Rose. Потрясающий аналог на Анастасию Soft Glam. Какие вам интересные? Ну, давайте вот этот возьмем, прям смотрит на меня. Хорошая плотная кремовая текстура. Рядышком, да, давайте возьмем. Такой холодный, приятный, растушевочный. И давайте многих интересует черный. Давайте мы его посмотрим. Хотя я вообще в палетках черный никогда не использую, вообще не применяю. Если мне нужна стрелка, либо растушеванная стрелка, это все делается карандашом, эйлайнером и так далее. Все, которые я вам показала, тени, они, я стряхиваю лишнее с кисточки, и у меня ничего не осыпается. Ну, и вот он черный. Я считаю, что он, в принципе, достаточно пигментированный и хороший в этой палетке. А ну, давайте вот этот еще тоже наберем. Он интересный такой, дуахром. Не знаю, будет ли его видно. Ну, он так тоже красиво переливается, как розовое золото. В общем, конечно, за цену в 500 рублей я палетку эту однозначно советую. И давайте, наверное, сразу же вам покажу. Тоже Reloaded, Cap Revolution, Hypnotic. Это уже аналог, реплика на Салтри, также от Насти. Потрясающая палетка. Есть тут немножко у меня разочарование вот в этом цвете, потому что он переносится как топпер. Конечно же, я покажу вам серые. Этот красивый тоже растушевочный серый. Понятно, у меня наличие от этого оттенка, но я думаю, мы с ним тоже подружимся. Где-то я его смогу применить. Пигментация хорошая, растушевка. Ну, все с ней хорошо. Короче, вы поняли, эти палетки очень даже крутые и хорошего качества. Есть у меня вот такая вот самонаборная, или как ее можно назвать, палетка. Это Just Магнитная палетка. Я просто покупила у них Refill, а потом, ну, у них они не дорогие, а имею в виду отдельно вот эти вот футлярчики. Вот этот вот зеленый, очень красивый, покупала их два года назад примерно. Я не знаю, как этот цвет назвать, поэтому я даже не буду пытаться. Вы, может быть, сами придумаете красивый, насыщенный крем. И вот прям, видите, как тянется, то есть его нужно растянуть. Вот. Я хочу еще докупить какие-то интересные у Just цвета. Также от Colourpop. Тоже я уже присмотрела, такие дуоохромные, многосложные. Буду тоже заказывать, наверное, в январе. Мне также нравится этот оттенок. Единственное, он такой шелковистый. Это, по-моему, у меня была Catrice или Essence Tester 070 Essence. Мне его положила Beauty Home в подарок при заказе. Но я с ним не расстаюсь. Он у меня также, наверное, уже 3 года. Он так красиво на веки смотрится. Он как шелк ложится. В общем, качество потрясающее. И эта коллекция будет пополняться однозначно. От Smashbox палеточка маленькая, миниатюрка. Доставалась мне при заказе набора. Snap Queen называется. Вот у меня вот эти и еще одни. Вторая палетка тоже Smashbox. Я вам сейчас ее покажу. Это две единственные палетки, вообще тени из моей коллекции, которые у меня не скатываются без базы. Универсальные цвета. Сатиновый светлый. Другой матовый. И третий. Ну, в нем есть тоже такая какая-то сатиновость. В общем, они двое шелковистые. Идеальная пигментация. Хорошая растушевка. Вот их я точно буду брать с собой в какую-то поездку. Макияж мне получается красивый. Мне дополнительные вообще не нужны. Что касается уже вот этой палетки, ковршоты их. Я не пользуюсь зеркалом, поэтому даже не отклеивала. В одно время раздражающая палетка, в другое время мне так нравится тот результат, который получается вот конечный итог, финиш, который она дает. Практически не пользуюсь вот этими двумя цветами. А раздражает она меня тем, что когда ее наносишь, даже стряхиваясь с кисточки, максимально аккуратно тени так сыпятся. Они такие супучие. Сначала тон наношу, да, потом тени. Поэтому она у меня лежит без дела в основном. И с ней очень-очень трудно работать. Есть цвета, вот допустим, вот этот последний, сейчас я вам покажу, который растушевывается в грязь. Сложные. Мне приходится там потушевать, там где-то наслоить. Но по итогу это получается очень стойкий и красивый результат. Они очень по финишу отличаются от всех остальных. Даже от Наташи Диноны, которые вообще у меня там из дорогих есть. Поэтому я не знаю даже, как вам ее советовать или нет. А эта палетка бесячая, но в то же время очень крутая по своему конечному финишу. От Фаберлик четверка теней. 56-22 у меня артикул. Но почему-то я ее так редко пользуюсь. Цвета, пигментация, нанесение. Не все хорошо в этой палетке. Я даже подумываю приобрести в нюдовых, таких же холодных, есть у них в тонах. Это в фиолетовой гамме. Ну, очень красивые. Ну, просто. Некоторые даже палетки более дорогие. Нервно стоят в сторонке. Получаю такой кайф, когда я использую ее. Видите, вот они переносятся. Сразу же отдают свою пигментацию. И я как-то делала даже макияж просто одной ею. По-моему, это было летом. Ничего дополнительно никуда не добавляла. Не в складку. Долго я думала приобретать мне Moondust палетку от Urban Decay. Либо вот от Huda Beauty. В общем, мне хотелось палетку хороших шиммеров, глиттеров. Остановилась на худи. Потому что здесь, во-первых, больше. У меня идут цветов, да, по количеству, по-моему, чем у Moondust от Urban Decay. И она стоит дешевле. И качество ее хвалили. Конечно же, я вам покажу этот зеленый. Синий давайте возьмем, да. Ну, какие-то такие интересные цвета. Темно-фиолетовый. Тоже интересные. Тени кремовые. Приятные на ощупь. Они очень хорошо переносятся на века. Нарядные. Вот такая вот красота. Я очень довольна приобретением этой палетки. Если есть необходимость в таких сияшках, берите однозначно. Относительно моей новинкой. Vivienne Sabo в 0.3. Я взяла именно в этом цвете палетку. Потому что она мне показалась самой интересной по оттенкам. И самой пигментированной. И, ну, хорошо переносящейся, да, по сводчу в магазине. И я ее уже пользовалась. В общем, тоже крутая палетка. Я имею в виду, вот она такая тоненькая, миниатюрная. Взять с собой. Здесь есть все, что нужно. Два матовые. Хорошие. Сатиновые. Шиммерные. А вот этим цветом, кстати, я вообще, помню, его просто нанесла на все веко. Чуть потушевала в складке. И это был такой красивый макияж. Вот это тоже красивый цвет. Знаю, что девочки берут и в других оттенках. И им нравится качество. То есть, тут вкусовщина, я так думаю. И смотря, что вы ждете, да, и в какой цветовой гамме вам нужны палетки. Мне очень понравилось качество. Тут от этого цвета вообще я просто балдею. Однозначно могу советовать. От Catrice у меня также недавно я приобрела. Красивые здесь цвета. Этим я часто пользуюсь. Давайте его два покажу. Здесь, кстати, только шиммерные. Они немножко такие, знаете, суховатые, рыхловатые. Могут осыпаться, поэтому с ними надо быть аккуратными. Как хорошие сатиновые тени я могу порекомендовать. Очень даже неплохо это все выглядит. Ну, не так порадовала меня, конечно, палетка вот эта от Essence. 02 Nudes называется. Наверное, скорее всего, у меня были к ней завышенные требования. Потому что ее очень хорошо разрекламировали и говорили, что это одна из самых лучших. Даже там, если брать не в бюджете, палеток универсальных. Меня в них раздражает цепучесть, суховатость. Они даже суше, мне кажется, чем в Catrice. Вот, допустим, вот этот оттенок, он тушуется в грязь. А с какими я здесь пользуюсь? Пользуюсь светлым. Очень хороший, хорошо пигментированный. Ну, закрепление, да, всего подвижного века. В складку я вот этот наношу. И давайте возьмем два вот этих шиммера, которые, как я тоже думала, они очень будут красиво смотреться. На самом деле, в палетке они даже смотрятся красивее. Вот он шиммерный. Очень много в нем блесток. И он не так красиво смотрится на веки, вот как даже в свочах. Ну, и вот этот светлый тоже я добавляю в уголок внутренние глаза. Ну, в принципе, нормально. Палетку световать не могу. Даже хотела от нее избавиться. Но за счет вот этих двух цветов, она у меня всегда лежит просто на столе. И, знаете, такая вот, по-быстрому взять и быстро прорисовать, вот это она. Поэтому пока я от нее избавляться не буду. Пускай пока полежит, чуть-чуть попользуюсь. Однозначно, наверное, вообще никогда не расстанусь с палеткой Sleek. Это у меня 658, So Special. Всем всегда рекомендую, потому что она универсальна и не скучна. Идеальные растушевочные два оттенка. Один в теплинку, другой в холодненку. Уходят такие матовые. И также здесь красивый цвет синий я делала с ним новогодний. Не помню, в каком году макияж. Ну, и давайте, наверное, возьмем вот этот розовое золото. С ней можно сделать в разных цветовых гаммах макияжа. Даже не думаю от нее избавляться. Я, наоборот, наверное, даже немножечко берегу, потому что мне в ней нравятся все цвета. А особенно вот эти вот матовые. Ну, наверное, и видно, что они самые многоиспользуемые у меня. И там скоро уже на дырочку в них будет. Потрясающие тени. Именно эта палетка, они все от Sleek палетки одинаково хороши. Но вот эту я однозначно рекомендую лучше покупать на скидке, когда они там рублей за 500, ну максимум 600. К финишу мы с вами подходим. И здесь от Maybelline. Это моя самая первая палетка, которую я приобрела. Я так довольна ее качеством по сей день. И это у меня блажит. Не хочу никакие, не хотела никогда другие. А их было там, у них достаточно приличная коллекция. Вот это для меня идеальная подборка цветов. Интересная. Конечно же, самый классный матовый. Но они такие-таки мягенькие, хорошенькие. Это вот этот холодный. В складку закладываю. Очень часто мной использовался вот этот цвет. Но давайте что-то, наверное, поярче. Вот это хороший такой, отдающий в красненку, в розовинку. Ну и давайте возьмем два, конечно же, вот этих потрясающих зеленых, болотных. Недавно ее достала. Опять попользовалась. Думала, может быть, надо ее уже отдать. Нет. Однозначно я ее не отдам. Тени очень мягкие. На глазах они смотрятся так шелково, мягко, чуть с переливом, деликатно. Когда надоедает буйство красок и хочется что-то легкое в использовании, такой, знаете, на каждый день, я беру эту палетку. Единственная палетка у меня осталась от Colourpop, Element of Surprise. У них очень много палеток. И они часто выпускают новинки. Я долго смотрела, выбирала, становилась на ней. Почему? Ну, потому что она интересная, потому что она незаурядная. Два интересных доохромных оттенка. Сразу скажу, что мне здесь не нравятся некоторые матовые, потому что они сильно крошатся, немножко в грязь тушуются. Вот этот хороший матовый, фиолетово-лавандовый, белый, но он переливается. Красиво смотрится. Он матовый и часто его использую. Красивый, насыщенный. Давайте мы еще с вами возьмем. Что я пропустила? Вот этот розовый, наверное, всех интересует. Он, конечно, уникальный. Я делала с ним, помню, как там на день рождения себе макияж. Подборка идеальная, интересная. Ну, давайте, кстати, вот этот вот. Он типа с блестками. Знаете, как в палетке, да? У Тати есть прям целый ряд таких. Мне он вообще не нравится, потому что эти блестки здесь, по крайней мере, как-то отпадают. Так-то он красиво смотрится, начинает чуть-чуть тушевать. Блестки все распались и осталась грязная тушевка. Немножко он неудачный. То качество, которое предлагает Colourpop за те деньги, это однозначно одни из самых лучших бюджетных теней, которые я знаю, поэтому буду приобретать. Ну, что мы с вами имеем? Вот это все со мной остается, да? Как я вам уже говорила, я ни от чего избавляться не собираюсь, потому что плюс-минус, но мне здесь все нравится. Какие у вас палетки есть, какие, может быть, рекомендуете? Будет интересно узнать ваше мнение о тех или иных тенях. На этом все. И до следующего видео. Спасибо всем за просмотр. Пока!